ФТС приступила к контролю за соблюдением запрета на ввоз сельхозтоваров. Таможенники напомнили, что ограничения не распространяются на товары для личного пользования, возимых частными лицами. При этом будет учитываться частота перемещения гражданами товаров через границу их количества. Импортерам, скорее всего, разрешат дооформить уже пришедшие на таможню товары, заявили в эксклюзивном интервью телеканала РБК, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Однако компенсации за разрыв контрактов с западными контрагентами российские компании не получат. То решение, которое было принято, это решение попадает под такое понятие, как форс-мажор. А в случае форс-мажора, как вы знаете, хозяйствующие субъекты друг перед другом ответственности не несут. Поэтому здесь никаких компенсаций, я думаю, предусмотрено не будет. Когда принималось это решение, безусловно, оно было не спонтанным и не эмоциональным. Оно было просчитанным с учетом, прежде всего, возможности нашего импортозамещения с помощью наших отечественных производителей. Все производители российские, как производители сельхозпродукции, так и товаров уже, которые конечные, которые товары переработки, все говорили о том, что для них это уникальная возможность попасть на полки торговых сетей, куда пробиться очень сложно, потому что объем предложений в последние годы заметно превышал способности наших ритейлеров, наших торгово-проводящих сетей у себя размещать эти товары. Причем превышал, если не ошибаюсь, в пять раз. То есть, соответственно, у наших производителей появилась реальная возможность свой товар полностью реализовывать через наши каналы продаж.